В каждой истории есть правда, вымысел и слепая зона. Ведь мало кто из нас знает хоть что-то о своем роде и о своем имени. Отсос, урос, хера, отсос. Божественная птица. Ее маленькая, ловкая, смуглая рука быстро плавно скользила по зеркальцу в форме Меркуля на пляжке. Ну а теперь второй сандалик. Пожалуйста, Сима. От неожиданности маг вскочил. А волчица грозно зарычала. Руна Сима аргла, блеснула у нее на груди. И в круге Макоши, Гяви, каждой внучи в роду нарекается именем Яга Агата Агафья. Президент смотрел на флаг, думал и вспоминал одну историю. Китайская комбартия взяла курс на обучение своих школьников и студентов в СССР еще в далекие 1920-е годы. Президент вспомнил о своих родителей. Вспомнил маму. Ее натруженные руки. Нежный взгляд. Рожки. Которые неизменно таяли во рту. Вспомнил отца. Как он любил музыку. И как заставлял его подолгу играть на баяне. И вот однажды отец здорово высек его ремнем. После отец рассказал ему, что когда Одесса была оккупирована немцами, Макс Кьюз, как и многие евреи, попал в Одесское гетто. Последний раз его видели в живых в январе 1942-го, Когда его вел под руки немецкий конвой. Будущий глава государства был хулиганистом, способным парнишкам. А вот проказничать предпочитал сон. А будущего главу государства не принимали. Я должен научиться бороться. Президент смотрел на флаг. И думал, борьба это бой. В котором сегодня нет правил, которых я бы не смог изменить. Я хочу научиться драться. Кажется так, сказал он тренеру, Когда впервые пришел в сердце. Почему он выбрал Судо? Ведьма так распорядила судьба. Ну, встань-то пока в пару. Вон с тем парнишкой, предложил ему Кейнер. Перед будущей главой государства стоял его одноклассник Гуар. Президент вспомнил, с какой лёгкостью швырнул его тогда на татаме одноклассник, как только он протянул ему руку. Президент вспомнил чистую сверкающую поверхность зеркала и свой вопрос. А зачем ему папа? Ну, а я и сам не знаю, зачем. Но папа учит меня, что пыль на зеркале скапливается каждое мгновение. Надо использовать каждую свободную минутку, чтобы чистить зеркало. Президент вспомнил полочку над столом своего одноклассника Гуана. На полочке стоял странный рисунок с изображённой на ней восьмёркой, с вписанным в неё крестом. Маленькая китайская мебаляшка с намалёганными глазами. А вот над полочкой висела надпись. Всё в этом мире начинается с озерцами. Всё в этом мире начинается с засыпания. Всё начинается с Кагене. У истока реки Волхвов, из озера Ильмень, впервые причалили три корабля северян из Хардалана. Лавгород достался Жюрику. Рядом с ним шла, словно плыла, дочерь князя Уронского. Ребёдка моя, маджия, небо мое. А Юрик, да роди я тебе скоро сына Ингурика было ведомо. Даде ты мне увещенный, брат. Тебе жена за сына всю ладогу с её землями дарую. Какая дружина ты, Юрик, а? А Санто? Санто каков? А жена-то, ох. Жена какова. Покажите, пожалуйста, ваш Рейсер-Пасс. Девушка притянула своевременный документ Стандарт-Дойч-Рейсер-Пасс. А кто вы по национальности? Арик. Арик. Что-то не похоже бы на Арику. Немцы, постоль бенели. Тот, что ругался на Ридише, сидел и трясся от страха. Немец наручниками подошёл к нему и закольцевал его запястье. Затем сделал знак автоматчику. Автоматчик схватил трясущегося за шиворот. Выволок его из канцелярии. Сам он идти не мог. Я очень люблю тебя, милая Барри. Но обещай мне, что если со мной что-нибудь случится, ты непременно родишь нашу дочь. Ты сильно подвластла только. Зима, ты догадалась? Тогда, пожалуйста, назови мне пароль. По пыльной дороге вдоль его угру леса шёл одинокий странник. Яс в эпильфарий. И никто из смертных не остался в живых, встречав меня на своём пути. Пароль, палец откошенный у холма Меркурия, у смертного, что в живых остался. Там есть тайны. Ты не кето, зачем из мира пришёл. Но то мы. Коли в яве указанный срок яга от тебя не родится, вся ваша яйь навеки в нашу новь перейдёт. На этой встрече Далис спросил Муравин, что вы знаете о Ленине. Муравин проговорился, что Владимир Ильич Ленин был правнуком проклятого еврея по имени Сруйну Шаблак. «Сыночек, купи у меня зеркальце. Оно принесёт тебе счастье». «Да я бы рад, бабушка, но не могу. Денежка-то у меня осталось только на то, чтобы хлеб за себе купить». «Сыночек, на аверсе монеты изображён Христос на кресте, а на аверсе змея на кресте, отзеркаясь ей так, чтобы он убрался, живой молитвой стал. И увидишь, что будет». Президент вспомнил свой вопрос. «А кто такой раб из Турии?» «Ой, дружочек, ты нас здорово напугал. Это тебе приснилось. Ты видишь ли, оспой болеешь в мелкой форме. Ну так бывает после прививки. Посмотри, а, какой у тебя на плече распустился красивый цветок. Цветок присадил только что, видел, во сне. «Врю-вэ-вэ-вэ-вэ», прошептал он одними губами. «А ты-то откуда знаешь? Смотри, не чеши. Скоро образуется корочка, потом отвалится, а вот шрам останется у тебя на всю жизнь. Понял? Понял. «А что такое КГБ?» «Ой, батюшки!» Сплеснула руками Галина Александровна. «Дай-ка я тебе температуру смею и послушаю тебя». «Зачем вам вечность?» поинтересовался Визий Буря. «Хотим постигнуть все тонкое и невидимое. Хотим быть живыми свидетелями и всех переходов от Яви к Наре, от Яви к Наре. Что ж, быть вам в мире тонком и невидимым вечно, и странствовать вам сквозь и путь на крыльев мелких бесов мира сего, и нести в мир болезни, эпидемии, и сеять прах?» Агата вздрогнула и проснулась. Она подняла голову и увидела прекрасный небесный купол, сквозь который на огромной скорости словно бестии неслись сандалии с настоящими крыльями летучих мышей. «Президент вспомнил свою первую в жизни клятву быть честным, оберегать и охранять природу, уважать и защищать людей, отвечать за свои слова и поступки, знать не, «Президент открыл барон мой второй глаз, он постигал истинную силу власти. Благословляю вас тридцатью тремя даниями целительной любви, калиточкой каждого вашего снателья». «Н deactivание» руля истинной силой» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok